День с толком День с толком Девушка, которую накануне сбили на остановке в центре города, остается в состоянии средней степени тяжести. Об этом нам сообщили в Краевом Минздраве. Напомним, на пересечении Ленина-Чкалова произошла авария с участием двух автомобилей – Ниссана и Тойоты. После удара Ниссан отлетел в остановку, где находились люди, сбил девушку с шип рекламной щита, а затем еще и врезался в две машины, стоящие на парковке. Подробнее о состоянии пострадавшей расскажет моя коллега Дарья Демиллер. 22-летняя девушка, которую сбили на остановке, до сих пор находится в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести. Девушку поместили в отделение сочетанной травмы. Известно, что у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы. Но, тем не менее, прогнозы хорошие. По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. На данный момент следователи проводят экспертизу, изучают кадры с камер видеонаблюдения. Каких-то выводов тоже виноват в аварии, пока не прозвучало. Кандидатов в мэры Краевой столицы стало больше. Либерал-демократы выдвинули своего лидера фракции в Гордуме Алексея Скосырского. Известно, что в Гордуме он состоит уже 7 лет. Три из них руководит фракцией. Скосырский отметил, что выступает за возвращение всенародных выборов мэра. Но оппозицию в данном вопросе не поддержали. Это уже второй кандидат на пост главы города. Первым еще в октябре стала Елена Хрусталева, депутат Гордумы от коммунистов. Справедливо-Россы же объявили о бойкоте выборов мэра. По сути, главный президент на вакантное место от правящей партии тоже пока неизвестен. Хотя уже завтра начинается прием документов от желающих участвовать в конкурсе на должность главы администрации Барнаула. Дома такого качества могут строить разве что в Сочи, где тепло. Так прокомментировал представитель краевой комиссии жильем многострадального Демидов парка. В проектировании системы отопления много нарушений. Температура в некоторых квартирах, где уже живут люди, не поднимается выше 8 градусов. Спасают лишь обогреватели. Что теперь делать дважды обманутым дольщикам, выясняла Валентина Аскерова. Лично себе, где я бы жил, такую батарею бы не поставил. Почему? Ну, у меня дома везде алюминиевые стоят. Я дома хожу, как бы, ну, раздетый, догола, скажем так. Здесь не сможете догола? Ну, если тут жить, жратву готовить там, тоси-боси, возможно, тут и четвертак будет. До четвертака пока далеко. Но Вячеславу еще везет. В его квартире курорт плюс 18. Правда, обживаться мужчина не спешит. Мечтает продать квартиру. А вот в соседнем подъезде есть новоселы. Правда, отметить праздник не успели. Пока стараются просто выжить. Температура в их квартирах всего 8-10 градусов. По тремя одеялами вот спим. Вот покрывало. У меня ребенок, он приходит, он вообще из-под одеяла вообще не вылазит. Спасают обогреватели, но бьют по кошельку. Только за электроэнергию Ольге придется заплатить почти 4 тысячи рублей. А еще тысячу сверх за отопление, которого практически нет. Ожидали такого, когда заезжали? Нет. Сказали, что будет все хорошо. Что вот эти батареи будут вообще отапливать. Что тепло будет. Ну, что мы не ждали такого. Такому сюрпризу не рад и Александр. Его квартира на седьмом этаже вообще непригодна для проживания. Там настолько холодно, что куртку снимать не хочется. Всего плюс 5. Масло в огонь подлило недавнее ЧП. Трубы в его квартире не выдержали морозов. Вода в них превратилась в лед. Ну, вот видим, что это вот отогревали. Вот как раз заморожено было, горелкой грели. После инцидента батареи рухнули на пол. Теперь это всего лишь бутафория. А вот счет за отопление реальный. 900 рублей – это за 17 квадратов. Я живу в Барнауле. 35 квадратов у меня там. 1200, по-моему, там затопление за ноябрь. Ну, там я, извините, могу снять куртку и снять шапку. Каким образом дом вообще был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года? То есть, кто подписал, на каком основании? И понесет ли этот человек сейчас какую-то ответственность? За чей счет будут устраняться эти недостатки? Потому что, ну, нам платить нечем. На прошлой неделе элитную новостройку осматривала краевая комиссия. Они обследовали дом. Вывод – жилье спроектировано с ошибками и плохо утеплено. Да и вообще не имеет ничего общего с сибирскими морозами. Подходит лишь для Сочи. Сейчас специальная комиссия выясняет причины низких температур в Демитов парке. Осмотр жилых помещений дома продолжается. Специалистами намечен ряд мероприятий для выявления и устранения причин промерзания квартир. Выполняются работы по регулировке системы теплоснабжения многоквартирного дома. А пока работает комиссия, владельцы квартир стараются продать проблемное жилье. Интернет буквально пестрит объявлениями. Правда, собственники умалчивают, что в доме холодно и ценник за коммуналку зашкаливает. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Медали и почетные знаки отличия вручили сегодня алтайским аграриям. Награждение прошло в краевом театре драмы и приурочено ко дню работника сельского хозяйства. На торжественное мероприятие съехалось более 700 человек. Труженьки агропромышленного комплекса, механизаторы, водители, доярки, руководители хозяйств и перерабатывающих предприятий. Сегодня многие из них из рук губернатора края получили знаки отличия. Впервые в этом году были названы лауреаты губернаторской премии за верность профессии имени известного фермера Александра Гукова. Кто удостоился этой высокой награды и о том, с какими проблемами пришлось столкнуться алтайским аграриям в этом году, расскажем в вечернем выпуске. Не какая-нибудь палатка шаурмой, а живопись, фотография, дизайн, одежды. Именно творчество становится сейчас перспективным для инвестирования и развития бизнеса. Накануне предприниматели, представители власти и те, кто хочет получить от вдохновения доход, собрались вместе, обсудили перспективы и поделились опытом. Вчера начала делать шкатулки, сегодня открыла ИП. Подобные истории здесь могут рассказать многие. Конференция «Алтай. Земля. Возможности» собрала представителей бизнеса, творчества и власти. Один из главных вопросов встречи – где грань между хобби и бизнесом и как ее поскорее перейти. Мы сегодня будем говорить, что наше творчество – это наш бизнес. И безусловно, без государственной поддержки невозможно вообще просто вот это понятие. Подобные слеты еще никто не проводил, потому что ремесленники, безусловно, проходят, выставки очень много. Но вот такой открытый диалог еще никто не создавал. Мы попробуем. Хотим, чтобы эта конференция стала у нас таким популярным событием и ежегодным. И успешные бизнесмены, и начинающие встретились на территории фонда развития малого и среднего предпринимательства. Здесь давно помогают делать первые шаги в своем деле. А сегодня объяснили – творчество – это перспективная ниша для бизнеса. Потому что сегодня все дороги ведут в кастомизацию. Кастомизация – это подразумевает индивидуальный подход к потребностям клиента. В интернете бизнеса, в любых форматах много. И каждый он заточен как раз под индивидуальный спрос. Мне захотелось сделать брошь немыслимой красоты по моему эскизу. Я ее могу заказать без проблем. У нее ее через два дня привезут в любом исполнении. Я только заплатил. И это будет уже не ширпотреб. Это будет эксклюзив. А площадка для реализации эксклюзива – соцсети. И тому, кто хочет монетизировать творчество, уже не нужно открывать лавку. Достаточно создать конкурентный продукт. А задача таких конференций, как говорят организаторы, дать стимул. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком. В Барнауле приступили к сбору новогодних губернаторских подарков. Они полагаются младшеклассникам, детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам детских домов. В этом году на новогодние рюкзачки выделили 30 миллионов рублей. На эти деньги подготовят почти 130 тысяч подарков. Они будут готовы к 11 декабря. Внутри поздравления от губернатора края, карты региона, пазлы и конфеты. Сладости, кстати, положили на 100 граммов больше, чем в прошлом году. Общий вес подарков 800 граммов. А наша съемочная группа узнала, что бы хотели получить в подарок взрослые барнаульцы. Сегодня отмечают международный праздник, день заказов подарков и написание писем Деду Морозу. О чем же мечтают жители города, узнала Дарья Демиллер. Расскажите, вы в Деда Мороза верите? Конечно. А что бы хотели попросить на Новый год? В моем положении здоровье главное. Здоровье. Я прошу, во-первых, счастья своим детям, своим кошкам и своим студентам. Много кошек? Три. Сдай сессию. Сдай сессию, отлично. Как-то счастье. Почему не веришь в Деда Мороза? Никого не существует. Как не существует? Существует, я верю. А пишите письма? О, ну я сейчас не пишу, конечно. Но внук пишет точно. Вы пишете письма Деду Морозу? Внуки пишут? Нет, внуки пишут. Что просят? Ну, кто что. Кто самокат, кто книжку. Как думаете, что бы хотел получить сам Дед Мороз? Ох, наверное, он бы хотел получить побольше улыбок, как мне кажется. И чтобы побольше людей в него верили. Ничего материального считаете? Мне кажется, у него все есть. Он же Дед Мороз. Я даже не знаю. У него все есть для жизни хорошее. Чего бы он хотел? Чего бы он хотел? Чтоб дети были послушными, чтобы им дарили хорошие подарки. А не послушным же нельзя дарить хорошие подарки. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эволар. Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.